Цена на уголь в Кыргызстане составляет от 3000 до 8000 сомов. Такая разница в цене, как уверяют специалисты, заключается в отдаленности населенных пунктов от мест разработок угля. Кроме того, различается и технология добычи твердого топлива, что тоже влияет на себестоимость. Так, например, открытый способ добычи является более дешевым, нежели подземный. Именно по этой причине на юге страны, где преимущественно используют подземный способ добычи угля, цены на него значительно выше, чем на севере. Несмотря на это, спрос на уголь не падает, и по всей республике открыты пункты реализации, где граждане могут купить топливо с минимальной наценкой. На сегодняшний день открыто 642 топливных баз и пунктов реализации угля. В том числе по северному региону 262 пункта топливных баз и по южному региону 380. У нас, согласно представленной информации мэрии города Бишкек, 41 пункт реализации угля. В то же время по Бишкеку цены де-факто могут превысить озвученные цифры. Это, как было заявлено, происходит по вине перекупщиков. Заплатив минимальную цену крупным базам, уголь перепродается в полтора раза дороже. Как правило, такой уголь продается в мешках. Государство, по информации госпредприятия Кыргызской Мюр, делает все возможное, чтобы подобные действия пресекались. В местах разработки мы продаем населению уголь по 1300 сом. А транспортировка до Чуйской долины и Сыкульской области стоит около 1500 сомов за тонну. В итоге себестоимость тонны угля составляет порядка 3000 сом. Первый вице-премьер поручил руководителям профильных учреждений, в том числе и нам, изучить причины повышения стоимости, в краткие сроки внести предложение по оптимизации цен на твердое топливо. Кроме того, было сказано, что количества отечественного угля недостаточно, чтобы обеспечить все население страны. Поэтому Кыргызстан идет на импорт топлива из Казахстана. Но уже сейчас ведутся работы, чтобы количество импорта сократить. И в планах на ближайшее время полностью от него отказаться. Подобная практика позволит большому количеству финансовых средств остаться в госбюджете. За 2016 год в Кыргызстане было добыто 1 миллион 25 тысяч тонн угля. А потребность населения составляет 2 миллиона 266 тысяч тонн. По сравнению с прошлым годом, показатели улучшились. Но, думаю, из-за сильных холодов реализация топлива идет очень быстро, что дает повод перекупщикам завысить стоимость. Для тех же, кто не может купить уголь самостоятельно, мэрия Бишкека организовала покупку топлива. Малоимущие семьи получат по полторы тонны совершенно бесплатно. Для этого нужно обратиться в Управление соцразвития по месту жительства с соответствующими документами. На сегодняшний день уже бесплатным социальным углем обеспечено 3 328 семей, или 76% от общего количества нуждающихся. Но, согласно у нас, норма утверждена постановлением городского кинеша депутатов. Полторы тонны на семью. Это полторы тонны. Почему именно определяна такая норма? Потому что расход полторы тонны идет на социальную норму жилья – 35 квадратных метров. Также есть вероятность дополнительной закупки угля для малоимущих. Таким образом, еще больше семей могут быть охвачены помощью со стороны местных властей. А государство же советует гражданам не переплачивать за уголь и покупать ее в специальных пунктах реализации в топливных базах.